Доброго времени суток, мои дорогие подписчики. Путешествуйте самостоятельно. Первый, и самый главный, закон, не бойтесь путешествовать самостоятельно. Это просто, это интересно, это дешево. Некоторые люди даже не представляют, что ездить за границу можно без привлечения агентств и иных организаций. Они считают, что только так можно гарантировать себе безопасность. А в итоге они получают либо скучный отдых преимущественно в лежачем положении, либо тратят немыслимые суммы на более-менее нестандартный отдых. Путешествовать самостоятельно не только можно, но и нужно. Только самостоятельную поездку можно считать настоящим путешествием, все остальное это туристический отдых. Организовать себе отличное путешествие может каждый, нужно лишь проявить немного самостоятельности. На наш взгляд, особенно интересно путешествовать на автомобиле, личном или арендованном, полная свобода передвижений. Путешествовать на мотоцикле тоже просто потрясающе. Отправляясь на отдых по путевке, вы себя ограничиваете и едва ли получите столько же впечатлений и воспоминаний, как от самостоятельного путешествия. Но мы понимаем, что многие люди не готовы решиться на самостоятельную поездку, особенно за границу. Так или иначе, путевка – это лучше, чем совсем никуда не ездить. Отдых по турпакету тоже может быть бюджетным. Если повезет найти выгодный горящий тур, можно слетать на отдых всего за 5-10 тысяч рублей на человека. Находите самые дешевые авиабилеты. Умение находить и бронировать авиабилеты по минимальной цене – это самый нужный навык для бюджетных путешествий. Главное правило, которое нужно помнить всегда, чем раньше делается покупка, тем больше шансов найти привлекательный по цене вариант. Делайте визы самостоятельно. Зачем прибегать к помощи посредника и платить ему за это вдвое или втрое большую сумму? Вы же не обращаетесь к помощи агентов, если хотите что-то купить в супермаркете, вот и здесь не надо. Мы ведь собрались путешествовать экономно, а не повышать благосостояние посторонних людей. Найдите в интернете информацию о ближайшем к вам консульстве или визовом центре нужной страны. Соберите все требуемые документы и отправляйтесь к ним. Многие считают, что делать через агентство надежнее, якобы так ниже вероятность отказа в визе. Это заблуждение, так как вся миссия этих посредников заключается в том, что они вместо вас отнесут документы в консульство. Советы о том, как правильно собрать документы, чтобы повысить свои шансы на получение визы, легко найти в интернете. Правильно ищите и бронируйте жилье. Чтобы сделать путешествие дешевым, нужно найти недорогое жилье. Попробуйте найти для своей поездки квартиру или дом. Это намного комфортнее и зачастую дешевле, особенно если ехать компанией или семьей. А для тех, кто вообще хочет жить бесплатно, жизненно необходим ресурс Каучсерфинг, где после регистрации и создания личного профиля вы можете найти людей, готовых приютить путешественников у себя. Сеть охватывает миллионы пользователей по всему свету. Путешествуйте налегке. Берите только то, что по-настоящему необходимо, не обременяйте себя излишним багажом. Как итог, целый ряд преимуществ. Нет необходимости долго ожидать выдачу багажа, нет угрозы его потерять, не придется платить за перевес. А у лоукостеров вообще любой багаж всегда оплачивается отдельно и может стоить вам до сотни евро, да и передвигаться по аэропорту и в месте назначения будет гораздо легче и приятнее, если вам не придется тащить за собой огромные чемоданы и сумки. Мы даже в Азию на полугодовые зимовки улетаем лишь с одним рюкзаком на человека. Заранее узнаете о трансфере из аэропорта. Такси – это всегда самый затратный способ передвижения. Гораздо выгоднее воспользоваться общественным транспортом, автобусом, метро, поездом. Однако иногда удобнее и дешевле пользоваться индивидуальным трансфером. Например, когда вы путешествуете большой компанией и заказываете многоместный автомобиль. Ночной переезд вместо отеля. Ночные переезды на поездах и автобусах сделают путешествие более дешевым. Это хорошая возможность одновременно сэкономить время и деньги на отеле. Лучше брать билеты первого класса, придется немного переплатить, но зато вам будет комфортно и вы хорошо выспитесь. В автобусах ездить не столь удобно, поэтому лучше с этим не перебарщивать и не планировать себе ежедневные ночные переезды, ваш организм будет ругаться. Однако кое-где существуют автобусы-слиперы, особенность которых – лежачие мягкие полки вместо стандартных кресел. Это точно отличный вариант для бюджетного путешествия без потери комфорта. Используйте скидки. Граупон дает возможность купить купоны со значительной скидкой на самые разные вещи и мероприятия, рестораны, магазины, развлечения, аттракционы, активный отдых и так далее. Если вы студент, молодой преподаватель или вам просто еще меньше 30 лет, то есть смысл оформить себе карту ИСИК, ИТИК или ИТК. В Европе и Северной Америке по ним можно получить хорошие скидки в самых разных местах, от кафе до музеев. Экономьте на связи. Используйте скайп или другие различные мессенджеры для связи с Россией. Подключайтесь к местным операторам для местных звонков и для интернета. Кстати, по скайпу можно позвонить и на любые стационарные и мобильные телефонные номера. Эти звонки платные, но недорогие, например, мы использовали эту возможность, чтобы позвонить из Вьетнама в Россию и разблокировать карту Сбербанка. Пользуйтесь проездными билетами. Разузнайте о системе проездных билетов на городской транспорт. Как правило, существует множество типов проездных в зависимости от вида транспорта, срока действия и зон перемещения. Подумайте над тем, какой тип билета для вас наиболее подходящий. Если хотите сэкономить и решили перемещаться зайцем, учитывайте, что во многих странах, особенно в Европе, штрафы для безбилетников очень велики. Также во многих популярных туристических городах есть специальные музейные карты, которые предоставляют скидки на посещение достопримечательностей и позволяют не стоять в очередях. Организуйте экскурсии самостоятельно. Всегда дешевле добраться до интересующего вас места без участия агентств и гидов. К тому же вы сами составляете свою программу посещения. Нет нужды подстраиваться под заданный график и ритм. Питайтесь в заведениях для местных. Питайтесь в путешествиях одновременно и дешево, и вкусно. Рестораны, рассчитанные на туристов, всегда заламывают цены. А в местах, которые предпочитают сами жители, вы найдете настоящую национальную кухню, минимальные цены и самые вкусные блюда. Если в каком-то ресторане или кафе вы видите много посетителей из местных, значит, там отлично кормят, смело заходите и вы. Всем спасибо за просмотр. Если ролик был полезен, ставь лайк и подписывайся. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok